Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги Воплощение Мечты. Наш с вами утренний кофе с заводчиком Корги. Мои хорошие, мне есть о чем вам отчитаться. Да, вы понимаете, прям сегодня с утра, так сказать, с пылу-жару у нас было утреннее, регулярное, да, очередное, слава богу, не очередное, очередное отключение электричества. Да, это случилось. Значит, такая, не отходя от кассы, да, по горяченьким следам, утром Аня меня будет, говорит, мам, выключили свет. И я такая, знаете, лежу и думаю, ну что, час икс настал, Наташа, поднимай задницу, иди включай аппарат. А сама думаю, нет, давай я еще часик полежу, еще ж дом не остыл, я могу еще полежать. А потом сама себе говорю, понимаете, вот у меня вот здесь сидит черт, а здесь ангел, значит, говорит, Наташа, лежи, лежи, еще полежи, вот это вот, что ты торопишься, а вдруг включат, вот. А ангел здесь такой, отличник такой, понимаете, такой в белом воротничке, сидит и говорит, Наталья Ивановна, поднимай свою задницу, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. За тебя это все равно никто не включит, ты должна потренироваться, иди, вставай и делай. В общем, каждый получил по щелбану, Наташа поднялась и отправилась. Взяла инструкцию, мои хорошие. Алёп, я все включила, я все включила, я это сделала. Ура, победа будет за нами, мои хорошие. Это же еще не все. Я включила котел, но потом походила, походила часик, повдохновлялась своей победой, похвасталась подруге тем, что я смогла это включить. В общем, понимаете, получила аплодисменты, зарядилась, так сказать, зарядилась энергией, как лев, вот, и решилась на следующий подвиг. Да, подключила еще и интернет и компьютер. Да, да, смогла, мои хорошие. В общем, что я вам хочу сказать. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. В принципе, интернет с компьютером вообще немного тянут и, как бы, нет проблем. Так что, в общем, экофло, одобрямс, одобрямс и вам рекомендую. Если есть такая возможность, это удобно. И это доступно даже для интеллекта, который не дружит с электрикой, с физикой, с математикой, с разными точными науками. Возможно, мои хорошие, возможно. По сути, это обычный бытовой прибор, просто с которым нужно очень внимательно соблюдать очередность включений и выключений. Да, потому что есть нюансы, это электричество. Ну, а так, в целом, собственно, ну, волком боятся в лес не ходить. Все. Можно освоить. Видите, как я запела по-другому, да? Хватило один раз включить, а потом выключить. Я же еще и выключила, потому что нам уже дали свет, мои хорошие. Слава Богу, это было такое ненадолго выключение. Слава Господи. Вот. Ну, в общем-то, я справилась. Так что я справилась, мои хорошие. Поздравьте меня. И, конечно же, спасибо всем за поддержку, кто поддержал и верил в том, что я смогу это сделать. Я смогла, да. Так. Ну что, по нашим новостям пройдемся, да? Утренний кофе. Давайте почитаем ваши вопросики, комментарии и вопросики, да? Ой, хорошо. Кофеек у меня сегодня, кто спрашивал, с молоком. Кофе заварной. Кофе эгоист. Кофе эгоист заварной с молоком. Если кому-то это интересно. Так. Ну что, мы тут почитаем. Так. Вот, пожалуйста. Лора Лора пишет. Досмотрела до конца видео. Телефон записала. Спасибо большое вам за ваш труд и информацию. Украина победитель. Вот, видите. Лоре даст Бог, как бы вот еще пригодится. Пригодится мой совет. Так. Усих вітаю зі святом. Хай Миколайчик принесе усім нам перемоги и добра. Пишет Ирина Шаповал. Мои хорошие, я вас всех поздравляю с святыми праздниками, с праздником детства, с праздником надежды, с праздником зимы, с праздником подарков. Пусть нам всем святой Николай подарит самый главный подарок – победу Украины. Всем вам желаю. Мы должны победить. Но мы же этого заслуживаем. Пожалуйста. Нужно еще потянуться. Нужно еще потянуться. Нужно еще немножко постараться и верить. Спасибо, Ирочка. Так, Лора Лора вот пишет. Сама эту проблему пытаюсь решить. Что-то полетело за окном так. Жестко. Надеюсь, что это наши. Вообще надеюсь. Потому что тревога была. Так. Ну вот, Ирина Лысяк пишет, знаете, комментарий к сообщению «Гори, гори, Россиюшка». У них там опять что-то горит, мои хорошие. Сейчас я вам скажу, чего там горит. Вот они не могут, понимаете, чтобы не гореть. Вот это им вот это. То ли, может, они мерзнут. Зима пришла, мерзнут. Наверное, нагреются у костров. Да? Ага. Ну вот. Вот. Посмотрите, что происходит. Под Иркутском горит нефтегазовое месторождение. То есть это уже не слабо, да? Нефтегазовое месторождение. Вот. Судя по масштабу апокалипсиса, все только начинается. Ну, мои хорошие. Про то, что все только начинается, мы с вами говорим уже давно. То, что все будет гореть. Я этот огонь видела еще в начале войны, да? И когда предупреждала, в принципе, да? Вдохновляла вас, мои хорошие. Потому что мы еще испечем картошечки и сальца на их угольках. Испечем, да, нашего украинского сальца. Вот. Ну, а, собственно говоря, вот, Русню тоже предупреждала, чтобы вели себя потише. Потому что им еще гореть. И то, как они ярко будут гореть, зависит от того, что они тут нагрешат. Ну, видимо, не посчитали нужным прислушиваться, да? Ну, значит, пусть горят. Пусть горят. Ну, тем больше будет углей, да? Тем вкуснее будет наш шашлык. Кстати, мои хорошие, я вам про шашлыки обещала рассказать. Поговорим про шашлык. Поняли все, про какой. Что хочу сказать сразу. Мои хорошие, прежде чем ерничать и повторять за всякими ботами, включайте свою голову. Просто включайте свою голову. Ну, хоть чуть-чуть. Чуть-чуть. Мажено для чего-то. Вы же не попугаи, правильно? Вы же люди разумные. Разумные. Вот и думайте. Ну, мы, конечно, поговорим на эту тему. Поговорим. Так. Так. Возвращаемся к нашим комментариям. Так. Ага. Вот видите, Наталья Олейник еще и дровишек бы хотела подкинуть. Наташ, куда подкинуть? В газонефтегазовое месторождение дровишек подкинуть? Там и так все горит. Там уже это, топливо свое, природное. Мои хорошие, кто-то пишет, это вроде как некрасиво, да, там, радоваться их пожарам. Мои хорошие, это не пожар. Это когда дома горят. Это несчастье в любой стране. Когда люди страдают, да, мирные дети, как вот у нас под завалами. Вот это горе. А когда горит месторождение нефтегазовое, это не беда. Это горят вражеские ресурсы. И хай горят, хай горят, поярче горят. Так что нечего тут, даже никаких не может у нас быть каких-то, понимаете, сомнений. Никакой жалости. И о совести тут речь не идет. Это все равно, что вражеские склады. Вот это их месторождение пусть горят. Меньше будет денег у них покупать ракеты и всякие шахиды. Вот так вот. Так что вот туда и туда. Единственное, что жалко, то что портят экологию. Единственное. Но ничего, ничего. Проветриться за ними. Так, мои хорошие. Ага, вот интересно. Лариса пишет. Беспристрастный суперпрофессионал, торолог Николай Усов четко поторой видел пожары в России. Но на январь чудо-пожары выпали и в Украине. Так что радоваться не стоит. В этой свадке победивших не будет. Мои хорошие. Ну, не совсем так, во-первых. Я бы не стала писать на моем канале про беспристрастного суперпрофессионального торолога Николая Усова. Потому что я не знаю, кто такой Николай Усов. Сразу говорю, я не смотрю. Но, во-первых, есть такой нюанс. Я вообще считаю, что нет никаких суперпрофессиональных торологов. Нет такой профессии торолог. Есть человек ясновидящий. Ясновидящий, либо не ясновидящий. Торолог – это так. Знаете, это сродни просто психологу, который умеет разложить пасьянс и найти красивое оправдание этим картам. Это просто психологическая работа человека с хорошо развитой фантазией. Вот это торолог. Но это не имеет отношения никакого к ясновидению. Ясновидящий человек – это ясновидящий человек. А вот это суперпрофессиональный торолог. Не надо мне этого говорить, мои хорошие. Вот не мне, хорошо? Не мне. Про беспристрастных я не знаю. Не знаю, кто это такой. Он кто вообще? Откуда этот Усов? Это из России? Россиянин? Кто он? Просто не хочу искать, смотреть его. Я не занимаюсь этим, потому что на меня влияют чужое это мнение. Я стараюсь вообще торологов не смотреть. Вы знаете, да? Я отношусь к этому так. Ну, минимально. Если там что-то интересное, тема могу глянуть. Сравнить уже, когда я имею свое мнение, свой расклад, тогда я могу сравнить с чем-то, да? Мне просто тогда интересно. Но если как бы я еще расклад не делала, я чужих никого не смотрю. Не надо мне это. Не надо, чтобы на меня все равно подсознательно я как-то возвращалась к чужой мысли. Нет. Я стараюсь, знаете, сохранять разум чистый. Так что не знаю, я кто такой Николай Усов, но я вам хочу сказать, суперпрофессиональных торологов не существует. Такой профессии торолог не существует. Ну, это фикция. Нет никаких торологов. Есть ясновидящий, ну, или просто человек с хорошо подвешенным языком, фантазией и умеющий читать карты, значения карт. Но это не значит, что эти карты ему показывают правду. Вот в чем дело. Так что не знаю, кто такой Николай Усов, мои хорошие, не знаю. Но если вы считаете, что его предсказания действительно имеют такой глобальный процент совпадений, да не совпадений именно, а положительный процент, то возможно, возможно, да, что на январь выпали в Украине пожары. Ну, давайте так, мои хорошие, давайте так. Пожары у нас продолжаются все 9 месяцев. Все 9 месяцев, если вы заметили, страна наша, к сожалению, пылает. Пылает, но продолжает жить. Так что давайте будем спокойно относиться к этому. Не дождутся орки, не дождутся. Они и поля наши жгли, и предприятия наши жгли, и землю нашу жгут. Но что в итоге? Огонь этот благодатный к ним возвращается. Так что спокойно, спокойно. Вот, ну, а в принципе, может быть, я как-нибудь на досуге гляну вашего этого Усова. Ну, может быть, я сложу свое мнение о нем. Пока не могу ничего комментировать, потому что вообще первый раз от вас услышала, мои хорошие. Вообще не знаю такого. Я так поймала, он не украинский торолог, потому что я вообще не в курсе. А российских я вообще категорически никак не смотрю, не приемлю. Если наших хоть так поглядываю, да, ну, как бы темы-то украинские, то ту сторону вообще нет. Поэтому я его не знаю. Ну, хотя я вижу здесь очень много комментариев. Кстати, вот написали вы именно на эту тему. Ну, очень интересно. Значит, многие смотрят, да? Значит, не волнуйтесь, мои хорошие. Украина не сгорит. Вот что я вам скажу. Не сгорит. Нет, нет. Все могут видеть кому чего угодно. Я вам говорю. Вот давайте, вот давайте сейчас посмотрим. Пожары в январе. Будет ли глобальная проблема в Украине? Пожары в январе. Глобальная проблема, да? То есть это более чем вот в этом состоянии. Как-то особенно какие-то страшные пожары. Январь. Горит ли Украина в январе? Будут ли страшные пожары в Украине? Украина. Ну, не знаю, мои хорошие. Я не думаю. По визуализации не вижу. Где-то какие-то вспышечки. И знаете, так. Ну, такой вот дымок. Дымок вот такой вижу. Чтобы в огне Украину я не вижу. Ну, карта, посмотрите. Карта прошлого. Карта прошлого, говорит, будет как было. Будет как было. Карта нас, видите, уводит в прошлое. То, что уже закончилось. Ну, и посмотрите. Карта спасения. Карта защиты. Да? Мы сможем это преодолеть. Да, это тяжелый путь. Это тяжелый жизненный опыт. Видите, голова перевязана у человека. Да? Но он мог с этим справиться. Да? Он научился с этим справляться. Ему пришлось пройти через какие-то жизненные испытания. И вот он стоит такой умудренный опытом. Знаете, поглядывает на свое прошлое. И говорит, да, я с этим справился. Но это было непросто. Ну, вот так, мои хорошие. Так что спокойно. По поводу будет гореть Украина. Спокойно. Спокойно. Зачем вам какой-то там усов у вас есть? Я. Спокойно. Все будет хорошо. Видите? Так. Что вы мне еще хорошего написали? Хорошего. Признавайтесь. Вот. Яна Княгнытька пишет. Комментария Кукремы и Выдмы с Тецла. Да, мои хорошие. Что я вам хотела сказать? Ведь действительно, ваши комментарии я, кстати, перечитываю с особым удовольствием. Я читаю каждый, каждый комментарий, чтобы вы понимали. Каждый. Конечно, я не могу отвечать на все. Ну, это невозможно. Вас много, я одна. Но я читаю каждый. Обязательно. В обязательном порядке. Отвечаю вам сердечко, да, что я вас прочитала. Вы знаете, действительно, есть настолько суперовые комментарии. Они либо интересные, либо очень познавательные, либо с юмором. Либо видно сразу, да, что у человека в голове. Очень интересно. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии. Вы будете прочитаны обязательно. Мало того, я вижу, что под некоторыми комментариями дальше разворачивается дискуссия. Да, то есть вы находите либо оппонентов, либо единомышленников на этом канале. А это замечательно. Это замечательно. Таня Верич пишет. Добрый день, сейчас появляются тревожные новости об отставке Залужного. Правда ли это? Нет, не правда. Нет, Таня Верич. Это не тревожные новости. Это запускают фейки, мои хорошие. Фейки запускают опять, чтобы как-то развести людей, армию и правительство. Будьте выше этого. Знаете, если бы наши люди не задавали таких вопросов, и если бы наших людей не смущали эти фейки, их бы и не пускали, это было бы бесполезно. Поэтому давайте мы не будем кормить эту ботаферму. Давайте не будем. Мы же люди-то с образованием, с интеллектом. Давайте не будем уподобляться Русине. Пожалуйста. Добрый день. Рада, что все получилось. Света Сакурека. Сакурека. Какая классная у вас фамилия Сакурека. Я даже думала, может, я ошиблась. Суперса. Наверное, интересное происхождение вашей фамилии. Свет, спасибо огромное. Спасибо. Ждем деву. Таня Верич пишет. Мои хорошие, будет. Вчера мы с вами сделали второй прогноз для козерогов, соответственно, водолеев и рыб. Сегодня пошли овны, мои хорошие. Так что начинаем с овнов и дальше по порядку. Так что все будет. Ну, девам придется подождать, конечно. Видите? Ну, вот так. Потому что мы же начинаем прогноз, вы помните, с хозяина месяца. С хозяина месяца, чтобы никому не было обидно. По справедливости. И напоминаю, второе прогнозы по знаком Зодиака доступны как бонус для спонсоров канала. Вы можете легко и просто присоединиться в дружную компанию спонсоров канала, нажав на кнопочку спонсорства и далее по тексту. Все правила прописаны. Когда вы нажмете на кнопочку, перед вами откроются все правила этого самого спонсорства. Сложного ничего. Стоимость доступная. Ну и для вас открываются определенные бонусы, мои хорошие. Да. Так что присоединяйтесь. Валентина Старостишевна пишет, дорога Наталочка, витаю. Я теж, как вы, с техникой на вы и пошибки. И тут мы схожи. То як же без вас спориднена душа? Ой, Валентина. Это вы правы. Но вы знаете, видите, я справляюсь. Надеюсь, Валентина и у вас будет получаться. Потому что, в принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Главное постараться. И нужно просто пробовать. Нужно пробовать. Осторожно, но можно. Так. Вот Кирилл Пасечник пишет. Дуже весело блот, шататый комментарий. Вот правда, Кирилл, да? Я тоже. Я просто, знаете, мне кажется, с одного канала, вот, читая комментарии, вполне можно защитить какую-нибудь докторскую диссертацию по психологии. Серьезно. Я уже сама думаю, может мне в психологи податься. Ну а что? Никогда не поздно учиться, мои хорошие. Никогда не поздно. Вы знаете, я после 40 лет пошла получать очередное образование. Потому что образование кинолог-заводчик. Кстати, в Сумах я училась в агроуниверситете. Я получала уже 40 лет. Да. И мне это никак не помешало. Да. Кстати, Сумы. Привет. И да, чтобы стать кинологом-заводчиком, нужно получать образование. Да. Кстати, да. Это не просто так. Пусть, сука, собачек рожает. Это вообще-то профессия такая. С дипломом даже. Так, мои хорошие. Ну вот, Нина Николаевна предположила, что пентакливый король в нашем расследовании про генерала Кривоноса, это Порошенко. Ну, Нина Николаевна, я думаю, это было прозрачно, правда? Я просто старалась быть, ну, корректной, потому что все-таки мы говорим не про какого-нибудь уже там, ну, проворовавшегося депутата, все-таки генерал-майор заслуженный человек, поэтому, ну, я старалась быть корректной. Видите, у меня начинает получаться, да? Это когда касается русни, я прям не могу сдерживаться здесь, я так. Так. Вот Оксана тоже считает, Наташа, спасибо за расклад. Емкостный, но комменты по ним можно делить в две колонки ваших гостей канала. Ну, мои хорошие, в две колонки на самом деле можно делить и действительно сейчас украинцев. Слава Богу, что одна колонка все-таки более объемная, а вторая колонка, она незначительная. Но да, она существует. Наверное, это нормально, наверное, это нормально, всегда должны быть какие-то противоположные мнения. Наверное, это и неплохо. Может, мы там, этим и отличается Украина, да, что здесь могут сосуществовать разные мнения и взгляды на политиков. Может быть, это и неплохо. Просто нам бы с ними не мешало научиться более корректно разговаривать и вести себя все-таки не как враги, только потому что нам нравятся разные политики, да, и мы готовы прям друг друга убить. А, ты за того, а я за этого. Давайте будем тут стреляться, да? Нет. А научиться уважать друг друга, потому что кроме разного мнения на политиков, у нас все-таки есть много общего. И мы, уважаемые люди, заслуживаем уважения. И это не значит, если кому-то нравится один политик, а другому человеку другой политик, что эти люди должны драться из-за вот этих политиков. Нет, да, нам нужно научиться иметь свое мнение, но при этом уважать другого человека как личность, да. Даже если его мнение отличается от нашего. Вот это, конечно, самое главное, вот чего не хватает нам на сегодня, да, мы слишком категоричны. И мы вот из-за этих политических взглядов готовы прям передраться. Мои хорошие, вот этого нельзя допускать. Потому что политические взгляды – это только малый процент нашей личности, а все остальное. Я думаю, если бы мы не трогали, например, политические вопросы, то мы со своим оппонентом, с которым мы не согласны по этим политикам, там, понимаете, там, зе, парохобот. Вот это вот, если мы уберем эту тему, то мы бы с этими людьми нашли намного больше точек соприкосновения, да, на самом деле. И, возможно, не заговаривая вот на эту тему, мы были бы даже друзьями, да. А потом раз – столкнулись. А, ты за кого? А ты за кого? И начинается бойня. Спокойно, мои хорошие, вот давайте будем выше этого, выше этого. И даже если у нас возникают какие-то несогласия, все-таки будем друг с другом, мы же не враги друг к другу, более терпимы и толерантны, да, вот между собой, вместе. Потому что у нас у всех на самом деле один враг, один враг. Так, вот мне хотелось бы, чтобы мы это понимали с вами. Это важно, это важно. Ирина Дмитриева пишет, Наташа, вы молодец, вы можете прописать себе алгоритм подключения-выключения, повесить рядом с ЭК-блоком. Ирочка, я так и сделала, у меня же все в тетрадочке, я все записала. Вы думаете, я на свою память надеюсь? То есть, да, не, не, вы что, у меня все записано. У меня и с котлом все записано, где какая ошибка, как то включить, как то, как краник там с водой, да я сейчас уже все помню. А изначально я писала, как воды подлить, там же много нюансов тоже с котлом, я все записала. Ну, там, например, ну, с бытовыми приборами такими, как там стиралка, там посудомойка, там пылесосы, это я как-то ясно разбираюсь, но вот этот котел, вот для меня тут было сложновато, да, потому что там газ, вот это я побаиваюсь такого всего пожароопасного, да, вот. Ну, и, соответственно, я даже с газонокосилкой справляюсь, мои хорошие. Все, что вы, не так все плохо на самом деле. Ну, вот та техника, которая пожароопасная, я с ней, знаете, навысь шепотом, да, вот. У меня, хоть я и лев, но к огню я отношусь с большим уважением и осторожностью, да, потому что, знаете, я очень хорошо понимаю его силу и как, насколько нужно быть с ним осторожным. Так. Ну, вот Ая Фанти напишет, иллюзии и деньги можно трактовать как наклеп. Нет, моя хорошая, не можно трактовать. Давайте так, мои хорошие, смотрите. Если я делаю расклад и определенным образом трактую карты, я понимаю, что среди вас много людей, которые умеют читать в интернете значение карты, но вы поймите, если я трактую каким-то образом карты, они открываются мне именно так, как я говорю, потому что мне открываются именно так, как я готова трактовать. Поэтому давайте не будем пытаться читать мои карты по-своему, да, если вы уже не доверяете, так вот и слушайте мою трактовку, а не так, как вы в интернете прочитали или вам бы показалось. Вот вы сами у себя разложите и свой расклад трактуете. Если я сказала, что иллюзии – это человек находится в иллюзиях, человек обманут, либо обманывает, то это так и есть. А никакой не наклеп. Нет, мои хорошие. Наклеп – это совершенно другие карты, и это совершенно другие вопросы. Ну вот, видите, Ая Фантина опять спорит. Я ей пишу, что я озвучила, как есть, и она мне пишет, тогда это ваши иллюзии. Нет, Ая Фантина, это не мои иллюзии. Нет. И это не пиарщики с банковой. Нет. Это ваша упоротость и упрямость. Так что, жаль вам или не жаль, давайте так, я знаю, что говорю. А ваше мнение, конечно, я уважаю. Вы можете при нем оставаться. Вот, но будьте добры, вот, ну, не стоит на нем настаивать на моем канале. Пожалуйста, да, потому что, если я вам ответила, значит, так и есть, да. А продолжать спор на эту тему бесполезно, да. Потому что вы предполагаете, а я знаю. Есть маленькая разница. А я знаю. Я знаю, за кем правда с первого дня, с первого дня, еще до выборов президента, мои хорошие, до. Когда я была совершенно нейтральна и к одному, и к другому. Ну, вот, если мы уже говорим, вы понимаете, да, с одной стороны Зеленский, Порошенко. Еще до выборов, уже тогда я посмотрела на раскладе, на туся моя подруга свидетель. Мы вместе делали. И мы смотрели сигнификатор на двух этих людей. И там абсолютно четко и понятно, кто, что и себя представляет, и у кого какие цели, и что для кого важно. И для кого Украина действительно это в интересах, в приоритетах, а для кого это средство для чего-то. Так что, мои хорошие, не нужно меня в чем-то убеждать, потому что меня, извините, убедили высшие силы. Этого достаточно. И, мало того, я убеждаюсь на протяжении всего этого времени, еще раз убеждаюсь в правоте этих высших сил, которые мне открывают правду. Для меня этого достаточно. Поэтому, Айя Фантина, вам, конечно, не тягаться с высшими силами, как бы, извините, но вы меня не переубедите. Вот, но, тем не менее, спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Я вас прочитала, выслушала, так сказать. Так. Ирина Бука пишет. Ой, класс, Бука. Ирочка. Какие дровишки? У них газовая скважина рванула. Ну, нефтеперерабатывающий завод в придачу в одной области. А тушить некому. Все на войне специалисты воюют. В кавычках. Ну, так правильно, правильно. Ну, так хай горит, правильно. Что тут? Хай горит. Не надо тушить. Не надо тушить. Теплее будет. Местные будут ходить греться у костра, опять же, тоже. Потому что у них там в Иркутской области, там же с газом проблемы. Ага. И с этим, с водопроводом проблемы. Там вообще все в проблемах. Там люди сидят на газу, на нефти, но они в сплошных проблемах. Ну, так бывает, так бывает. Валентина Переверзева. Валечка, не портите себе, пожалуйста, нервы. Вас все равно не услышат, но я вас прочитала и услышала, и я вас поддерживаю, Валь. Я считаю, что вы правы в данном случае. Вы меня поняли. Ну, я позволю вам все-таки вот дискутировать, там обсуждать эту тему, потому что единственное, что я хочу все-таки, ребят, еще настроить, еще раз повторить. Давайте не будем разницу в наших взглядах на политику возводить выше личностного отношения. Да, давайте будем с уважением стараться относиться друг к другу, стараться хотя бы, да, не переходить, может быть, там на личности, не хамить там, не оскорблять друг друга, потому что отношение к политикам – это всего лишь малый процент нашей личности. Да, вот у нас с вами одна цель, один враг и одни надежды. Ну, я надеюсь, правильно? Мы же смотрим с вами в одну сторону. Вот, поэтому давайте вот уровень понижаем агрессии, да, вот, и дискутируем таких, знаете, вывожительных, таких, ну, нормальных хотя бы, таких лояльных интонациях, окей? Вот, и тогда все будет хорошо. Вы же понимаете, время расставляет все точки над «и», вы же понимаете. Так, Неля Че спрашивает, мы же робили ставки на кількість диток, так сколько их было? Родилось 11 чинков у новой, сейчас по факту 9 живых. Доброе, что подказали, где шукать спонсорам видео, бо не завжди ютуб высвечивает, все говорят про кожата, я не бачила. Неля Че, во-первых, я буду объявлять о том, что вышло новое видео специальное для супергостей, и, кроме этого, я буду об этом каждый раз писать в сообществе, и плюс вы сами можете заходить во вкладочку «спонсорство», и там все видео указаны как раз доступны спонсорам, поэтому, вот, я думаю, у вас не будет никаких проблем. Просто заходите на канал, и на канале в эту вкладочку «спонсорство» заглядываете, там все для вас. Так. 9 часов назад Неля спрашивает «Наташечка, вы чего на СПТ?» В смысле, 9 часов назад я не спала? Вы знаете, мои хорошие, я могла и спать, но у меня, наверное, просто телефонная, ну, работа был включен в интернете, вот это может быть. Я могу заснуть, смотреть какое-то видео и уснуть, знаете, поэтому я, ну что, я спала, спала, мои хорошие. Вот. То есть, если даже у меня показывать, что я в сети, это не факт, что я в этой сети нахожусь. Это только значит, что телефон включенный. А я могу быть где угодно. Так, Натали Горбунова пишет. Красиво! Хочь бы дождь не... А, хоть бы дождь не пошел, российский мой. Натали, вы знаете, дождь там не поможет, поверьте. Это касается пожара на этом нефтеместорождении. Дождем там не потушишь. Это ж вы что, затушить нефть, вот эту всю скважину, это большая проблема. Это действительно сложный технологический процесс. И должны действительно заниматься специалисты, которые уже сгнили в наших черноземах. Аминь. Не, ну мои хорошие. Ну, их сюда кто-то звал? Нет, не звали. Их предупреждали. Не ходи сюда, с них башка попадет. Нет, они поперлись. Ну, мы-то, конечно, будем отстаивать и защищаться. Но они пусть пеняют на себя. В Минске взорвался жилой дом. Есть жертвы. Не верю, что случайно. Почерк Путина. Татьяна Бат считает. Нужно найти эти новости, мои хорошие. Чтобы была визуализация. Посмотреть, знаете, вот этот дом. Фотографию. Я думаю, тогда можно действительно получить информацию. Причины. Есть ли там какие-то причины. Подставлены, что это преступление. Либо это действительно случайность. Либо это по жезлам неосторожность какая-то. Либо это был удар по мечам. Я думаю, карты это легко могут сказать. Но надо бы, конечно, посмотреть фотографию. Потому что надо же визуализировать. Нужно как-то это себе представить. Мне немножко так сложновато. Просто так. Дом какой-то там. Взрыв. Это вам только так в ютубах показывают. Знаете, так вот. Какой-то такой вопрос абсолютно левый. Человек вообще не представляет, о чем он говорит. Кидает и рассказывает. Нужно же иметь представление. Эту энергию. Этого как-то чувствовать. Давайте попробуем. В Минске. Жилой дом. Жилой дом. Посмотрим. Минске жилой дом. А давайте. Сейчас мы посмотрим. Так. Это подождите. Поиск на канале. Сейчас, мои хорошие, мы сделаем. Так. Так. Минске. Взорван. Взорван. Жилой дом. Сейчас найдем. Какие-то же фотографии будут. Ага. Вот. Шесть человек погибли после взрыва газа в жилом доме. Минск. Сейчас мы найдем новости. Там будут картинки. И мы сейчас с вами... А, вот. Видите? Угу. Сейчас посмотрим. Тут хорошие, кстати, хорошие фотографии. Ой, горе, конечно, такое. Но сейчас попробуем. Сейчас попробуем посмотреть эту тему. Что-то у меня это, прям мороз. Уже по спине пошел. Сейчас загрузится. Что долго грузится? Может, это знаете что? Если это российские новости. А у меня же нету этого. Поняли. Ну, который... Скрывает... Российские сайты у меня не открываются. Так. Сейчас сделаем, знаете как? Через картинки. Можно вот не через новости, а через картинки. Через фото. Фото даже... О! Фото открыли сразу. Два дня назад. Вот, да? В жилом доме на бульваре Шевченко в Минске. Вот это ж оно, да? Правильно? Бульвар Шевченко. Два дня назад. Новости. Ну, давайте посмотрим. Сейчас мы разберемся. Разберемся. Взрыв. Какая причина? В чем причина взрыва? В чем причина разрушения дома? В чем причина разрушения дома? В чем? В чем? Какая-то договоренность. Блин. Туз мечей, мои хорошие. Король Жезловый. Это не случайность. Нет, это не случайность. Сразу вам говорю. Это не случайность. Посмотрите. У нас по договоренности. Смотрите. Король Жезлов. Смотрите. По пятерке мечей проявил до акт агрессии. Продуманный, задуманный по тузу мечей. Туз мечей. Туз мечей это решение. Задумка какая-то, да? Задумка. Вот она воплощенная. Видите? Воплощенная по пятерке мечей. Задумали. Произвели теракт. Все это король Жезловый. И по договоренности. То есть по заранее продуманному договору. По совместному решению. Это не случайно. Случайность были бы другие карты. Нет, это не случайный взрыв. По договоренности. То есть какие-то люди приняли решение. и привели его в действие. Вот так я бы сказала, да? Потому что туз мечей это всегда приняли решение какое-то, да? Задумали что-то. Вот так. Сочувствую всем погибшим. Такая история. Так. Ну что, возвращаемся, да, мои хорошие? Давайте к вашим комментариям. Угу. Так. Так, что вы мне написали еще хорошего? Ну вот. Ирина Дмитриева написала. Наташа, вы молодец. А, я это читала, да, Ирочка? Не, ну почему не прочитать хороший комментарий дважды? Просто мы же уже переключились. Я потеряла нить. Нить беседы. Ничего, сейчас найдем. Угу. А, про дровишки мы с вами читали. Так. В общем, мои хорошие, вы с вами замечательно, да? О, про дождь. Вот оно, да. Сейчас. Ух ты, сколько мы с вами уже вопросов проговорили, да? Прочитали, как много. Вот, Галина, добрый вечер. Галина, добрый вечер. Боже, прелесть какая. Наташа, вы прелесть. Красотка, умная, сильная женщина. Здоровья и процветания вам и вашим близким, и вам, мои хорошие, и вам, всем моим гостям, и вашим семьям здоровья и процветания. Все будет хорошо. Вы же помните? Вы помните? Вы мне верите? Все будет хорошо. Так, Ирина, а, Ирина Буком, я вас уже читала? А, вот, не читала. Тютелька в тютельку, пишет Ирина Бука. Вот так попадание. Умничка, Наташа, и ваши карты. Вы молодец. А что, чем не советник вместо Арестовича? Вот и была бы вам не пыльная работка, да и прибыльная. Вы серьезно, Ирина Бука, считаете, что работать советниками вот там где-то в политике, это не пыльная работа? Вы серьезно так считаете, что это не пыльная работа? Да свят, 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 мои хорошие. Вы что, пыли там столько? И пыли, и грязи, поверьте мне. Не-не, давайте я уже тут на своем месте буду сидеть, с вами общаться, вот, под кофеек. Вот это я понимаю, не пыльная работа, понимаете? А связываться с вот этими вот это, ой, там не просто пыльно. Я бы сказала, она очень грязная, эта работа. Не-не-не, без меня, мои хорошие. Спасибо, конечно, за доверие, спасибо, но нет. Вот, Ольга Михайлова пишет. Наташа, добрый вечер, мне кажется, может уже пришло время сделать расклад, и вы, кстати, его обещали сделать и рассказать кое-что интересное по поводу предвоенных призывов Зеленского на шашлыки и всего прочего. У меня и у многих до сих пор возникает вопрос, как получилось, что в воздухе уже прямо витала опасность, а мы строили дороги, и нас успокаивали призывами все на шашлыки. Оля Михайлова, я вам что скажу. Мы строили дороги, которые заменяют взлетные полосы для военных самолетов. Я надеюсь, вам это о чем-то говорит. Да? Ну, это так, это так, чтобы вы были готовы, были готовы. Вот, ну, а на эту тему мы с вами обязательно поговорим. И я бы, знаете, что вам советовала, советовала все-таки прислушаться, прислушаться. Вы же Залужного уважаете? Это же вы к Зеленскому относитесь, да? Так, хотя я вообще не понимала, как можно быть настолько неблагодарными. Ну, хорошо, окей, опять же, я могу уважать ваше мнение, но вы к Залужному готовы прислушаться? Ну, так слушайте его внимательно, слушайте его внимательно. Не только то, что хотите слышать, а все. Разве вы не слышите, когда он рассказывает о том, как Украина готовилась к этой войне, насколько это была тайная операция, и Зеленский проговаривал вслух ровно то, что он должен был проговорить, потому что его заявления касались не только нашего населения, но и в первую очередь, все, что он говорил, его должны были услышать там, в Русне. Потому что это была военная операция, готовились, конечно, к этой войне, конечно, готовились. Вы помните, какие были заявления? Все, наступление найдем на Херсон, а что сделали? Освободили Харьков. Разве не Зеленский сделал это заявление, что Украина начинает контрнаступление, наступление, да, отбивать Херсон? Разве это не совместная операция Залужного с Зеленским? Они в очень плотной связке работают, мои хорошие. Давайте мы будем доверять, доверять людям, которые Украину защищают. Нельзя быть настолько, знаете, близорукими. Смотрите чуть дальше своего носа, вот чуть дальше. Знаете, заявление. Так же, как и заявление Залужного, так и заявление Зеленского могут быть не только для местного, скажем так, зрителя. Эти заявления могут быть и дальше рассчитаны, рассчитаны на эффект противника. Так, подумайте об этом, подумайте об этом. Тоже, тоже. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть больше вот дальновидности, мои хорошие. Ну, это же серьезное дело. Конечно, готовились. А вы думаете, смогли бы отбить и отстоять Украину? Естественно, единственное, что, конечно, то, что очень большое количество на момент начала войны было коллаборантов и всяких предателей. Не смогли, не было доказательств, не смогли вычистить, пока себя люди не показали, очень многих, да, ведь на любого нужны доказательства, а не просто, да, какое-то подозрение. Вот очень многое количество предателей было несусветно. Я вам, знаете, что скажу, у нас на днях, мне Наташа рассказала, подружка, поймали у нас тут, рядом от нас, недалеко у нас тут, в соседнем поселке, поймали, значит, этого гада коллаборанта, разоблачили, случайно, 9 месяцев войны, случайно обнаружили, к нему вызвали пожарку и обнаружили у него бункер с вооружением, со средствами там всякими военными. Туда даже потом, как оказалось, туда там этот вертолет какой-то приземлялся, в общем, там была целая руснявая какая-то операция неподалеку, неподалеку от моего поселка. Представляете, бункер обнаружили для того, чтобы там русня, десант этот руснявый скрывался до нужного времени, представляете, случайно обнаружили, потому что боженька, знаете, боженька уже показал, поджег вот это место. И там что-то там этот хозяин этого дома, там что-то там поставил на печку, но там варилось. Ну, в общем, вызвали пожарку и обнаружили там целый склад оружия, понимаете. Я же говорю, это шельму, понимаете, бог метит. Вот и все. Вот так это сколько уже прошло времени. Если бы еще и СБУ так работало, как работал наш президент и главнокомандующий, то, конечно, не было бы и вот этого момента, да, наступления, которое, конечно, оно было кровавое, да, первые вот эти первые недели. Можно было бы, понимаете, и, наверное, не допустить взятия Херсона и Приазовья, но, мои хорошие, не бывает идеальной ситуации. Случилось так, как случилось, потому что действительно очень тайно, по-тихому перевернуть полностью, всех снять со своих мест, да, это, наверное, было, ну, понимаете, это очень сложно, очень сложно, особенно, когда ты начинаешь сначала только разбираешься, да. Если бы это был хотя бы там второй, третий срок, да, там президента, то понятно, уже знают, кто чем дышит. А когда ты только разбираешься с ситуацией, ну, мои хорошие, вы сами смогли бы сделать лучше? Скажите мне, кто на месте наших, понимаете, трех богатырей смог сделать бы лучше? Ну, кто? Возможно, это не идеально, но это, ну, максимально, максимально, насколько было возможно, вот по моему мнению. Я вам говорю не просто, как мое личное мнение, я вам говорю, как, ну, немножко, немножко видящий человек, если вы мне доверяете, конечно, но это ваше право. Ну, вот Ольга Михайлева пишет. Я лично об этом не читала, не смотрела, я только читаю комментарии, которые здесь люди написали, потому настолько информация достоверная судить не могу, поэтому написала Наташа по поводу расклада. Я уже давно здесь на канале и полностью доверяю ей ее раскладам. Так вот, а вообще ситуация усугубляется тем, что много лжи, предательства, перетягивания одеяла на себя и именно официальных источников информации. Вот так, Оля Михайлева, надеюсь, вы меня услышали, да? Оленька. Мы, конечно, мне надо немножко подготовиться, да, и мы эту тему отдельно раскроем, именно с раскладом. Но я думаю, что вы меня поняли, услышьте меня. Не всегда заявления наших, ну, высокостоящих, да, каких-то президента, главнокомандующего, там, каких-то представителей офиса президента, там, того же Ермака, тут, которому все косточки перемыли, не всегда они делаются для внутреннего зрителя. Иногда это работа, работа с более глубинными какими-то причинами и целями, понимаете? Поэтому, что мы можем с вами делать? Доверять людям, которые нас отстаивают. Потому что, вы же понимаете, после того, как одна мадам просрала наши ракеты, второй, понимаете, барыга, повзрывал к гребеням все склады с вооружением, мои хорошие. Давайте вспомним, сколько было взрывов, взрывов, складов с вооружением. Вспомнили? Можно прям загуглить, в таких-то годах взрывы боеприпасов, сколько их было. Я понимаю, что готовили Украину к сдаче. Столько взрывать, столько уничтожать и заметать следов. Или вы считаете это случайно? Что-то я не помню, чтобы за последнее время, до войны были эти взрывы. Вдруг все перестали курить. А до этого прям, понимаете, какая-то эпидемия. Вот подумайте, мои хорошие. Я бы хотела, чтобы мы имели, знаете, память, более все такую вспоминали, анализировали все, что происходило в стране. Не просто слушали каких-то ботов, понимаете, всяких этих, как они, курвасов этих, понимаете, этих, лярвасов этого, понимаете. Ну, вы поняли о ком, да, вот этот, как его там, лярвас, который, лерас этот. Вот и подобный ему, вот подобный ему, типа таких, я вообще не понимаю, почему это ходит по земле? Почему оно до сих пор не сидит где-нибудь за стенках избу? Я не понимаю, он не в Украине, наверное, сидит, где-то задницу греет, прячется? Потому что вот такое, вот такое должно быть арестовано. А вы читаете, смотрите, я вижу, сколько подписчиков, сколько просмотров у подобных ботов. Вы знаете, и мне страшно становится. Я когда еще читаю комментарии, единственное, я думаю, наверное, это все-таки, ну, проплаченные вот это боты, и комментарии тоже пишут, ну, потому что, ну, не может же быть такое количество наших людей, настолько задурманенных. Мне просто страшно становится, мои хорошие, пожалуйста, раскрывайте глазки, пожалуйста, думайте, пожалуйста, смотрите по поступкам, не слушайте ботов этих кремлевских, этих каких-то непонятных, кто они такие, это враги. Ну, чуть-чуть включаем свой ум, мозг, мои хорошие, ну, пожалуйста. Ну, так нельзя, нельзя. Мы становимся сами себе же врагами. Знаете, мы же пытаемся все время, вот мы в чем-то себя убедили, а дальше мы готовы со всеми спорить, со всем миром, чтобы самой себе доказать, что ты не дурак, да? Мы боимся поменять свое мнение, потому что мы же уже в чем-то упоро-то уверены, да? И показать самому себе, что ты ошибся, ты мог допустить ошибку, ты протупил, вот мы не готовы. И мы поэтому будем упоро-то доказывать, хоть ты тресни. Мои хорошие, это нормально, это нормально, если вы могли ошибаться, потому что на вас повлияли. Это нормально, видите, там на русню влияют, они там зомбированы. Любой человек подвержен каким-то внушениям, особенно если это сделано профессионально. Любой человек. Но, если уж вы на моем канале, если вы меня слышите, значит, что мы с вами делаем? Мы с вами открываем глазки, прочищаем свои мозги от этих всех внушений и начинаем думать рационально. Думать правильно, думать адекватно. Мы начинаем соображать, ищем причины и следствия, да? Кто что не говорит, а кто что делает, да? И тогда все становится понятно, мои хорошие. Пожалуйста, открываем глазки. И еще, я очень вас прошу, ну не смотрите вы, не смотрите вы вот этих ботов, пожалуйста. Потому что это все равно, что в России пропагандисты, у нас они вот под такими, типа оппозиционеры. Это все враги, поверьте мне. Это вражины. Я когда смотрю просто, вот могу только начать смотреть, у меня сразу, знаете, прямо вот, что такая куча ломна, понимаете? Я это энергетически прям, я не могу, прямо не могу это вообще видеть. Я все время нам жалобы на них насылаю, там в ютубе сразу жалобы, что это какие-то там боты, да? Что это неправильная информация. Ну, вы же понимаете, от этой жалобы ничего не изменится. Я не могу никак поменять. Зачастую, кстати, у этих ботов даже комментарии отключаются в их канале, чтобы даже люди там никак-то не начинали опровергать эту информацию. Они просто тупо ее, понимаете, посылают и все, как у Черновола были отключены комментарии. Я им пару раз там написала, что я про него думаю, смотрю, комментарии отключены. Чтобы даже люди не начинали опровергать и писать свое мнение по поводу вот этого Черноротова. Понимаете, да? Ну, поймите меня, пожалуйста, услышьте меня, мои хорошие. Открываем свои мозги для правды. Не позволяем запудривать себе мозг. Пожалуйста. Девять месяцев войны, девять месяцев войны президент, офис президента, извините, наша армия стоит на защите Украины. Мы держимся. Мы давим огромную армаду российскую. Вы вообще понимаете, они подкупили весь мир, этих политиков, эту Европу. У них договорники, у них, блин, даже с Ватиканом договорники. Вы понимаете, какая это раковая опухоль? Украина противостоит девять месяцев этой армаде. И кто? По вашему мнению, это враги Украины противостоят этой армаде? Ну, что вы в самом деле? Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Я уверена, что наши люди готовы, готовы думать разумно. Наши люди могут открыть глазки, прочистить уши, могут одуматься, признать, могут признать, что какое-то время они были запудрены, какое-то время, да, они, к сожалению, доверяли каким-то преступникам, по сути. Не потому, что они глупые, но потому, что любой человек, понимаете, подвержен внушению, любой. Вы не исключение, не потому, что вы какой-то глупый, потому что люди подвержены внушению. А эти боты, они профессионально вам внушают эти гадости, понимаете, профессионально. Конечно, можно повестись и поверить. Но я вас прошу, если вы все-таки не просто, да, вот повелись на внушение, а все-таки, все-таки имеете разум, то думайте. Не просто уперто настаивайте на своем, а думайте. Пожалуйста. Ух, у меня аж вспотело, Мария хорошая. Не была готова к таким вопросам, поэтому, да, вот это вот честно от сердца, мой хороший, просто от сердца, вот то, что я думаю, то, что думаю, вот прям как. Так, ну что, я думаю, мы с вами, знаете, уже так прям долго-долго-долго, ничего себе, чашечка кофе. И кофе уже остыл, да, и я вас уже достала. Я вижу, что мы с вами заговорились. Извините, что у вас только времени заняла. Мои хорошие, я вам благодарна. Спасибо большое. А тем, кто вообще меня дослушал до конца, просто медаль Герой Украины. Спасибо большое. Нет, Герой Заводчик Акорги, да, Герой Заводчик Акорги. Спасибо огромное, мои хорошие. До новых встреч, обязательно увидимся. Сегодня, напоминаю, у нас будет второй прогноз. Овны и далее три знака будет для трех знаков. Буду делать по три знака, да, будет четыре видео для трех знаков. Вот так вот мы с вами и поступим. Поэтому приходите, заглядывайте на канал, все будет. Ну и вообще, я думаю, мы с вами еще сегодня встретимся, поговорим о разном. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале. В гостях у Заводчика Акорги. Воплощение мечты. Пока-пока.